Выборгский районный суд оставил педофила-порнографа на свободе. Следственный комитет настаивал на аресте. Потерпевшая пожаловалась на пугающие звонки. А суд решил, что будет достаточно запретить обвиняемому гулять по ночам и пользоваться интернетом. Напомню, 35-летнего мужчину задержали на днях. После того, как в полицию обратилась девушка и рассказала, что обвиняемый совратил ее, когда ей не было и 16. А недавно она узнала, что он использовал ее для съемки порно. В компьютере фигуранты нашли массу порнографий с другими детьми. Сейчас выясняется, сам ли обвиняемый снимал это видео. Обещанные мебели больше года ждут. В редакцию программы «Степень защиты» обратились петербуржцы, которые заказали гарнитуры в одной из фирм. И заплатили от 200 тысяч рублей до 5 миллионов. Изящной кухни вместительные шкафы не привезли. На двери компании замок директор испарился. О борьбе за мебель Александр Буренин расскажет. А можно так? Утром стулья, а днем деньги. Можно. Но деньги вперед! От таких комбинаций великий комбинатор бы смутился. Красивые картинки вашей будущей кухни по дизайнерским проектам под ключ. И можно жить предвкушением, как совсем скоро в доме станет уютно. Главное, денежку вот сюда положите, положили, идите, ждите. В апреле 2021 года мы заказали кухни. В кухне проект. Сразу внесли предоплату 70%, это 250 тысяч рублей. И спокойно 6 месяцев делали ремонт в квартире. Далее мы вернулись в кухне проект, чтобы заключить дополнительное соглашение. Внесли еще 70 тысяч рублей за столешницу. И обусловились на 1 февраля 2022 года о поставке и установке кухни. В интернете, оказывается, полно отзывов о мебельных миражах этой конторы. Екатерина просто поздно узнала. Другой пострадавший, Валентин Фокин, решил действовать активно. Он, кстати, сам пранкер и блогер. Но тут мебельный пранк над ним самим вышел из-под контроля. Он появился в офисе фирмы, ведь нет ни денег, ни стульев. И выяснилось. Но под новым названием «Дом Дан» контора продолжает работать. Название интересное. Перевести можно как «Выполненный или сделанный дом». Но пока ничего не выполнено, только потрачено. И клиенты все идут. Просто сейчас обрабатывается вся информация. Ее очень много. Мы порылись в интернете в свободном доступе. Есть около 35 обращений в суд именно на этих людей. Да, есть прям список, кто когда обращался. И всем все равно. Вот вообще все равно. И так получается, что ты можешь обмануть людей, и тебе за это ничего не будет. Бывшие сотрудники фирмы, работа которых была не связана с продажами, рассказывают про обман клиентов, они знали. Но им рассказывали, что вскоре все деньги вернут. Но не возвращали. Единственное, что меня держало, то, что Ирина с Морчалом, они прям убеждали, что они все будут возвращать. И вот хотелось поспособствовать, помочь, чтобы они все вернули. Но вот за вот эти прямые работы они не вернули деньги абсолютно никому. Даже тем, у кого... То есть там такие абсурдные суммы возвратов были, как 5 тысяч, 10, 15, 20, 25, которые, в принципе, они могли вернуть. Старая фирма была реализована, но покупателям не рассказали о спрятанных скелетах в кухонных шкафах. Юристы уверяют, ситуация непростая. Если дело дойдет до суда, это будет небыстрый процесс. Те договоры, которые были заключены, они были заключены с индивидуальным предпринимателем. Вне зависимости от того, прекратил человек статус индивидуального предпринимателя или нет, с него долги взыскать можно, потому что это физическое лицо. И индивидуальный предприниматель отвечает по своим долгам всем принадлежащим ему имуществам. Итак, сам мебельный магнат от дел не отошел. Возможно, новая фирма открыта на собранные у потерпевших деньги. Отличная идея для стартапа. В переписке с нашей редакцией Дмитрий теперь Дмитриев ребрендингу подвергся не только бизнес, но и фамилия. Ведь Иевата ответил, что деньги скоро вернут по суду, но это требует времени. Завтра театр уезжает с гастролей. И гастроли продолжаются. Александр Буренин, Степень защиты.